Пожалуйста, Владимир Розенберг по этой же тематике выступит как дискутер, после этого мы с вами будем задавать выступавшим вопросы и проведем дискуссию. Пожалуйста, Владимир. Спасибо. У меня не совсем эта же тематика, конечно, я тут больше буду говорить немножечко о ситуации в Российской Федерации. Дело в чем, что, естественно, мы сейчас находимся в той стадии противодействия, когда на первом месте находятся все-таки экстренные вопросы, вопросы охвата лечением в первую очередь. Но вот то, что говорил предыдущий докладчик, очень интересная тема и очень злободневная. Я немножечко, конечно, ну все мы знаем цели ВОЗ, я не буду на этом останавливаться. Я хочу сказать, что последние три года в России мы очень интенсивно работаем в рамках государственной стратегии, которая говорит о том, что две цели необходимо достичь к 2020 году, уже в следующем году, как бы снижение числа новых случаев заражения и снижение смертности вследствие СПИДа. Вот. И каскад достижения цели этой стратегии, он в принципе определен, то есть он тоже всем достаточно знаком. Обследование основных групп населения, задействованных в эпидемию, максимальное выявление, своевременное взятие на ДО-учет, охват, удержание на РТ, ну и достижение соответствующих целей. Вот. При этом, конечно, несколько штрихов таких, я отдельно могу поговорить о проблемах, но могу сказать, что вот процент населения, обследованного на ВИЧ в России, составил вот в прошлом году почти 26%. При этом на фоне такого значительного роста скрининга, мы видим стабилизацию. В настоящее время мы не можем пока сказать о снижении заболеваемости, но мы видим стабилизацию заболеваемости. Вообще это уже интересно достаточно. Я просто немножечко так дискутирую с коллегами в том плане, насколько можно сравнивать заболеваемость, если очень разнится скрининг. То есть если мы обследуем 26% населения или обследуем, например, 5% населения, то тут сравнивать заболеваемость невозможно. Вот. Очень важным с нашей точки зрения является настороженность клиницистов к выявлению ВИЧ-инфекции. Мы действительно сейчас видим распространение ВИЧ-инфекции в гетеросексуальном обычном населении очень активно. То есть у нас драйверы эпидемии немножечко сместились в общую популяцию. Вот. И ко всем докторам приходят пациенты, особенно, мы, кстати, знаем о том, что есть вот момент, какой здесь дальше. Нет, я все-таки пока вернусь. Что наибольшее выявление поздних случаев ВИЧ-инфекции идет как раз у гетеросексуалов в старшем возрасте. Мы об этом уже говорили. И в этом плане настороженность клиницистов и обучение клиницистов крайне важно. Но вот этот такой промежуточный момент, 27% это недостаточно, конечно. Но тем не менее, вот в эту сторону у нас работа идет, хотя вы прекрасно представляете, масштаб проблемы очень большой. Много акций проводится, в том числе на уровне государства. У нас вот акции StopVichSpeed проводятся на государственном уровне последние три года. И это достаточно хорошо повышает осведомленность о ВИЧ-инфекции. То есть в течение этих акций привлекается внимание масс-медиа, власть придержащих. Много пунктов открывается по тестированию в регионе и так далее. Но есть определенный плюс в этом. Вот по поводу взятия выявленных на Д-учет. Мы определяем очень четко, что для нас очень важен момент доли поздно выявленных. То есть, безусловно, эпидемия, мало ее просто оценить. Надо понимать, что если мы выявляем немного, но они все поздно выявлены, значит эпидемия спрятана. Значит мы мало выявляем. И наоборот. В настоящее время мы имеем цифры 32 и 29 процентов. Эта цифра достаточно валидная. Это показатели составлены по работе каждого центра спид, каждого региона. Где-то они выше существенно, где-то ниже, безусловно. Потому что регионы все разные. Но это значительно отличается от данных европейских. В частности, 53 процента, я напомню, поздно выявленных в Европе. По данным европейского обзора 2018 года. И я еще раз подчеркну, что наименьший, кстати, процент поздно выявленных в группе МСМ. То есть, является ли МСМ драйвером эпидемии, я немножечко дискутирую. Если в нем самый маленький процент поздно выявленных пациентов. Значит, они хорошо обследуются. Они следят за собой. Это особая, очень серьезная группа. В отличие от гетеросексуального населения, которого просто не знают и выявляются в возрасте 50-60 лет. Во многом сейчас. Еще раз акцентирую внимание ваше, что по данным европейских исследований, поздняя диагностика ВИЧ, 60 процентов смерти от всех причин и 81 процент смерти от спида. Но это вот как раз подтверждение данных предыдущего докладчика, что все-таки, да, поздний пациент, хроническое воспаление и очень тяжелый прогноз. Причем мы сейчас тоже этим активно занимаемся в рамках рабочей группы Всемирной организации здравоохранения. Взятие удержания на РТ. Здесь три момента. То есть мало просто охватить коллеги диспансерную группу или всех пациентов. Важно охватить пациентов с абсолютными показаниями в первую очередь. Потому что если у нас будет не охвачено 10 процентов, а они будут поздними, то, естественно, они умрут и они повысят смертность. И здесь, конечно, то, что касается охвата. Я подчеркну, это охват диспансерной группы. Это не охват всего оценочного контингента. Но в 2018 году был достигнут показатель 62 процента диспансерной группы. На 2020 год ставится цифра 90 процентов. То есть сейчас очень предстоят очень серьезные задачи. Но я могу вот так для сравнения сказать, что такое охватить 90 процентов диспансерной группы. Это в следующем году надо взять на лечение 240 тысяч человек в России. Поэтому это действительно очень серьезные цели и очень трудные. Очень трудные. Но я просто хочу сказать, что Центр СПИД и вообще все здравоохранение работает в очень напряженном режиме, очень сложном. И все-таки что-то удается, коллеги. Вот что-то удается. Вот как выглядит каскад. То, что касается по диспансерной группе. Но я сейчас вам покажу, как выглядит каскад от оценочного числа. То есть 62 процента от тех, кто стоит на учете, получает терапию. И 74 из них достигли неопределяемой вирусной нагрузки. Вот как это выглядит в сравнении с 2015 годом. Вы можете посмотреть. То есть действительно 87 процентов сейчас оценивается число людей, знающих о своем диагнозе. И 55 процентов находятся на терапии. И 40 процентов имеют неопределяемую вирусную в каскаде. Ну, они цифры пока еще не очень большие. Но по сравнению с 2015 годом, коллеги, существенная динамика. И эта динамика очень тяжелая. Вот. Соседний регион, Свердловская область. В следующем году планируется лечение 54 тысячи человек. Ну вот. Сейчас 37. То есть это очень весомо и очень серьезно. У детей все по-другому. Дети охватываются очень хорошо. И тут, в принципе, показатели 90-90-90 выполнены успешно. 95 процентов детей сейчас на терапии. Но там есть проблемы именно долгосрочного приема РТ, долгосрочных побочных эффектов, приверженности в подростковом возрасте. То есть масса других проблем. Вот то, что касается пожизненным показаниям. То есть действительно, если мы в 2015 году имели только три четверти тех, кто лечился на РТ по жизненным показаниям, то здесь мы имеем уже 92 процента в 2018 году. Именно охват пациентов по жизненным показаниям позволяет каким-то образом повлиять на смертность от СПИДа. Потому что если мы их охватываем, то, соответственно, смертность от СПИДа, мы прогнозируем, будет снижаться каким-то образом. То, что касается туберкулеза, я очень коротко скажу. Здесь действительно пять основных пунктов, которые касаются и выявления, и химиопрофилактики туберкулеза, и лечения соответствующего контингента. Но это все понятно и все известно. По цифрам, которые касаются Российской Федерации, здесь немножко темновато, но охват тестированием на ВИЧ-пациентов с туберкулезом вырос до 85% в 2017 году. Охват скринингом на туберкулез пациентов с ВИЧ-инфекцией примерно стабильный в районе 77% от всей группы. На диспансерном учете на конец 2017 года состояло около 30 тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией туберкулезом, что составило всего лишь 4,2% от всей диспансерной группы пациентов с ВИЧ. Вот только что говорил докладчик, какая распространенность у пациентов с ВИЧ-инфекцией сердечно-сосудистой патологией, почечной патологией, и вот распространенность поражений туберкулезом. Естественно, что все эти проблемы требуют своего подхода. Мы очень много говорим о ВИЧ-туберкулезе, и это справедливо, но нам надо больше говорить о других проблемах тоже. И, конечно, у детей очень мало. Всего 65 детей в России болели ВИЧ-туберкулезом. Поэтому здесь есть определенные успехи. И охват химиопрофилактикой туберкулеза пациентов именно поздних, которые еще не развили туберкулез, но риск высокий, меньше 350 клеток, составляет 80%. Это пока недостаточно. Ну, профилактика передачи. По каскаду скажу, просто охваты беременных в родах и ребенку сейчас соответствуют мировым требованиям, и, в общем-то, мы близки действительно к иллюминации. То есть сейчас процент передачи около полутора в России. Притом рожает в России сейчас порядка 15 тысяч беременных в год. Ну и снижение числа смертей в следствии СПИДа. Есть такой показатель. Доля умерших от заболеваний, связанных со СПИДом, немножечко снизилась в 2018 году. Мы пока не считаем, что это такой, ну, прямо великий показатель. Ну, это определенная тенденция. Мы надеемся, что она сохранится. Мы не можем сказать, абсолютное число у нас не может снижаться, потому что у нас очень быстро растет диспансерная группа. Но относительные показатели тоже говорят об определенном противодействии. Ну, перспективные цели понятны. В принципе, максимальный охват АРТ, эффективность АРТ меньше 50 копий, снижение смертности, снижение заболеваемости. Ну, работы действительно очень много и очень напряженно, но, тем не менее, я думаю, что мы будем стараться общими усилиями это дело побеждать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир. Мне показывают, что на вопросы и дискуссии у нас всего 10 минут. Пожалуйста, Анна. Большое спасибо за очень интересные презентации. У меня вопрос к последней презентации. Действительно, очень впечатляют цифры и прогресс большой, особенно если учесть количество людей на терапии. Но мне интересно, что у вас все-таки в основном риторика идет про снижение смертности и назначение антиретровирусной терапии по клиническим показаниям как основной приоритет. Я понимаю, что Российская Федерация пытается как-то сфокусировать и приоритеты здесь выработать. Но как насчет терапии с целью профилактики? Потому что если вы назначаете антиретровирусную терапию в первую очередь людям с CD4 ниже 350, резервуар ВИЧ-инфекции у вас все равно очень большой при тех цифрах с вирусной супрессией, которые вы показывали. Какой план, какая политика и когда вы планируете наверстать? Потому что иначе в геометрической прогрессии все будет множиться. Анна, я так понимаю, вы спрашиваете, когда тест-интрит начнется в России. Правильно? Ну, я отвечу. В принципе, с 2017 года у нас показания лечить всех – это первый момент. Второй момент. Я не говорил о том, что мы лечим исключительно по клиническим показаниям. Я говорю о том, что при лечении всех мы должны обращать особое внимание на контингент поздновыявленных. То есть, коллеги, контингент большой. Ну, например, в год появляется более 80 тысяч пациентов на диспансерном наблюдении в России. И если мы возьмем из них малоклеточных, так называемых, вот с низким, то это будет, ну, условно, там 25 тысяч человек, например. Так вот, именно эти 25 тысяч должны быть взяты. Потому что если мы возьмем, еще раз повторюсь, 75 тысяч из 85, но 10 тысяч окажутся низкоклеточными, то это будет гораздо хуже, чем мы возьмем всех низкоклеточных из 75. Потому что это очень сильно повлияет на смертность. Но в идеале, конечно, лучше взять всех. Но просто вы правы в том, что когда сидит доктор, если к нему приходит пациент, он хочет терапию, он ему, конечно, дает. Но если пациент не пришел к доктору, то он ищет в первую очередь кого? Того, у кого мало клеток. В первую очередь. Потому что он нуждается по жизненным показаниям. Спасибо. Спасибо. Владимир, Юлия, вы хотели. Спасибо большое. Тоже у меня вопрос к Владимиру. Я хотела бы узнать по поводу баз данных. Очень впечатляют ваши показатели. Но информация, каким образом собирается от СПИД-центров. То есть есть ли какая-то единая медицинско-информационная система? И насколько там отслеживаются все характеристики тех пациентов, которые зарегистрированы? Потому что это огромная работа. Исходя из количества пациентов, я могу себе представить, насколько это сложно сделать логистически. Да. То есть кроме медицинских информационных систем, которые есть в центрах СПИД свои, как говорят, региональные, существует федеральный регистр так называемый. То есть в настоящее время все пациенты, кто получает терапию, и все пациенты, которые выявлены, в общем-то, они занесены в федеральный регистр, который ведется в режиме постоянном. То есть кроме статистики, которая собирается бумажно, как обычно, имеется у Минздрава выгрузка в любой момент времени, как ситуация на настоящий момент развивается. Там видно, в общем-то, какие схемы назначены, сколько человек получает их, в каких регионах, и какая даже эффективность. Но там есть вопросы к определению эффективности, потому что эффективность сразу определяться не может. Надо какое-то время полечить человека, но тем не менее это есть. Вот. С другой стороны, ну, в принципе, этого, наверное, пока достаточно. Спасибо. Спасибо. Кейт, пожалуйста. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Тимур, пожалуйста. Вы говорили о химиопрофилактике туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ. Хотелось бы узнать, это старая, ни разу не добрая, из-за неазидовая профилактика, или это все-таки что-то новое, учитывая, что Россия имеет такую возможность игнорировать некоторые рекомендации ВОЗ и идти своим путем. Это иногда не очень хорошо, но иногда это большое преимущество, которое другим странам пока не дано. Спасибо. Ну, я хочу сказать, что у нас существует как подход ВОЗ, который касается действительно монотерапии за неазидом, вот, он как бы есть. Но в целом у нас есть инструкция, которая была в 2015 году подписана главными специалистами, где все-таки для профилактики рекомендуется режим из двух препаратов. И в основном в регионах, особенно в тех регионах Урала и Сибири, которые наиболее подвержены туберкулезу, там используются схемы с двумя препаратами. Ну, это чистая химиопрофилактика. Мы не говорим о профилактическом лечении там и так далее. Спасибо. Классическая трехмесячная, классическая профилактика трехмесячная индивидуально может изменяться, если афтезиатор, например, рекомендует что-то еще. Спасибо. Йост, пожалуйста, Вам слово. Вы показали данные по охвату тестирования в общее население. У Вас есть данные по ключевым группам, такие данные по тестированию? Ну, у меня здесь нету таких данных. То есть у меня не было цели подробно обсудить тестирование. В принципе, определенные данные, конечно, есть. Другой вопрос, что, конечно, вот определение, как определить ключевую группу, да, вот, ну, скажем, это действительно очень такой серьезный вопрос, который сталкивается до сих пор, ну, как бы, Минздрав. Потому что сейчас у нас основные данные, которые за 2018 год, они вот будут выгружаться программой «Спектрум», знаете, такая международная программа, которая позволяет разместить международные все данные, ну, как бы, в едином формате. Вот с 2017 года подключились к этой системе «Спектрум», и там вот есть определение, ну, как бы, ключевых групп. Ну, посмотрим. Потому что, если просто брать структуру кодирования, она не совсем отражает реальное положение вещей. Спасибо. Тимур, пожалуйста. У меня просто уточняющий вопрос, на самом деле, возвращаясь к тому же вопросу химиопрофилактики туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ. Я сразу прошу прощения, что опять туберкулез, туберкулез. Если я здесь, так оно и будет. Но, на самом деле, меня интересуют конкретно перспективы одномесячного, так называемого режима 1-HP, то есть изонеазид и рифопентин каждый день в течение месяца, либо 3-HP, то есть изонеазид и рифопентин раз в неделю на протяжении трех месяцев, то есть 12 приемов, учитывая, что это для пациентов намного удобнее. Я спрашиваю именно с перспективы потенциально людей, которым это надо будет принимать. Я знаю, что приверженность к тому же шестимесячному изонеазиду ежедневному ее очень трудно обеспечить. Даже трехмесячный курс ежедневного приема – это тоже очень непросто. Поэтому, учитывая, что мир идет к упрощению, надеюсь, есть уже данные по 3-HP, есть данные, хоть и меньше, но по 1-HP, очень хотелось бы узнать перспективы. Потому что если в России это произойдет, то и другим странам будет проще как-то это дело делать в нашем регионе. Ну, здесь могу сказать следующее. То есть, в настоящее время, кроме того, что обновляются клинические рекомендации российские, благодаря тому, что сейчас вышли рекомендации ВОЗ и вышли европейские рекомендации буквально в ноябре месяца, мы обновляем российские рекомендации по антиротровирусной терапии. Но коллеги-эфтезиатры также обновляют свои рекомендации по химиопрофилактике и по ведению пациентов с туберкулезом, в том числе с ВИЧ. Но мы рассчитываем, что мы увидим то, что порекомендует эфтезиатры. Они, в общем-то, тоже стараются действовать в русле современных тенденций основных. Поэтому, в принципе, я думаю, наверное, это возможно, но посмотрим. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Добрый день. Сергей Филиппович, Международный альянс общественного здоровья. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос касается каскада. И вопрос, это уже не новый, наверное. Может быть, я пропустил информацию. Может быть, она опять не прозвучала. Все-таки первые 90. Вот есть оценки. Сколько оценочное число? То есть какая цель? Сколько оценочное число тех людей, которые живут в России с ВИЧ-инфекцией? То есть сколько мы хотим, в конце концов, охватить дальнейшей медицинской помощью? Потому что это важно. Ваш каскад, он начинается уже со вторых 90. То есть вы берете зарегистрированный как 100%, показываете. Около 50% из них охвачено антиретровирусной терапией. Но не видя вот эти первые цели, очень вообще непонятно. То есть цифры звучат, но они неофициально. Есть ли какое-то желание или намерение? Может быть, они уже озвучены какие-то с официальной точки зрения, оценочные данные. В том числе и по ключевым группам. Потому что вот вопрос, который звучал, какие стратегии потом? То есть ВИЧ-инфекция. То есть наверняка около, я говорю наверняка, я не знаю, может быть у вас более точно. Около 50% не выявленных еще ВИЧ-позитивных. То есть где эти группы, кто это? То есть какие стратегии тестирования и профилактики тогда в стране, в России планируются? То есть вопрос, если можно, по поводу первых этих 90. Я замечал, что на официальном уровне это обычно не озвучивается. На неофициальном это звучит около 2 миллионов. Можете прокомментировать? Ну, насчет 2 миллионов я подчеркну, что, ну как бы это мое мнение экспертное. Не буду оценивать, так скажем, с точки зрения какой-то государственной. У меня нет таких полномочий. Просто, коллеги, еще раз я повторюсь. На фоне значительного роста тестирования в разных группах, подчеркиваю, в разных, мы не видим сейчас роста заболеваемости. При этом тестирование действительно очень большое, реально большое. Это первый момент. То есть если бы у нас было 2 миллиона, мы бы продолжали видеть рост заболеваемости, и он бы не останавливался. Второй момент, поздний случай. Опять же, то есть если поздних случаев не очень много, значит эпидемия достаточно свежая. Понимаете, да? То есть это недавно заразившиеся люди преимущественно. А тот пул, который был давно, он составляет вот эту цифру. Я, правда, не имею в виду, что есть, конечно, исследования по срокам прямо заражения, но так в целом. Что касается оценочных данных, действительно были большие споры, как подвести к методике. То есть какая методика оценочных данных. И здесь вот программа «Спектрум» именно помогла, потому что она используется, в общем-то, в мире широко. И целая группа специалистов вместе со специалистами ВОЗ, ЮНЕЙЦ работают. И сейчас данные немножко больше, где-то миллион пятьдесят, миллион, может, сто. Я вот точно вам не могу сейчас сказать, потому что я не имею свежих данных этой группы. В России оцениваются примерно вот эти цифры. Но понимаете, как, коллеги, то есть я подчеркну, что чисто практически регионы активно работают с кем? Ну, любые центры СПИД, они работают с теми пациентами, которых они выявили и которых они берут на Д-учет. У них, конечно, должен этот люфт сокращаться между выявленными и взятыми на Д-учет. Но они практически с этим работают. То есть понятие, скажем, для Свердловской области, что у них оценочно там, например, еще десять тысяч человек, ну, я условно, оно ничего им не дает в настоящее время. Ну, в российских данных, вот я вам сказал примерную цифру. Поэтому не знаю, откуда цифра два миллиона, если честно. Я был интересен по поводу кардиоваску на риск. И вопрос, как многое обращается с оборудованием HIV-проваленцем, и почему бы есть дискрепансия, в вашем виду? Я думаю, что я не поставил на генерал-профиланский метод. Есть довольно облако, особенно для Субсанхерин Африка и для этого региона. И я думаю, что это приводит в... И вообще, эта методика не сильно отличается, так что это не показывает, что другие кофакторы, в addition к HIV, возникает риск для кардио-васкеринга. Но, например, когда мы принимаем в Субсанхерин Африка, то есть лифтайл фактор, как обезьян, и также гипертензия, это приводит к кардио-васкерингу, особенно в Субсанхерин Африка. Поэтому я думаю, что это почему-то есть взаимодействие, особенно Африка, и, возможно, также в этой регионе. Но, по моему мнению, есть меньше информации. Спасибо. Владимир? Да, я тоже хотел задать вопрос, уважаемые коллеги. Есть ли какие-то данные по встречаемости коморбидных состояний, хронического воспаления у пациентов, так называемых элитных контроллеров и нон-прогрессоров без терапии, без антиретровирусной терапии? То есть, насколько это у них отличия есть какие-то или нет? Это очень хорошая вопрос. Даже в элитных контроллеров, эти группы показывают уровень элитных контроллеров не так высоких как в элитных контроллеров, но более высоких чем университетные люди. Я не знаю, что есть очень хорошие данные на преимущество коморбидных контроллеров, но, на самом деле, это debate. Это связано с тем, если вы должны быть элитных контроллеров с точки зрения, что они могут быть высоким риск для не-хв-related коморбидных. Но я думаю, что есть еще достаточно данные для поддержки. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. To a certain extent, how to deal with chronic inflammation. What to do with microbiome changes. Do you know anything how to manage this immune stimulation? Except, of course, for kick and kill approach to latent virus. Thank you. It's a very good question. and it's a topic where you could talk about for another hour but just to answer it in general terms so first of all if you have an HIV infection the virus is very rapidly kept and a reservoir is formed where antiretroviruses do not have access actually it's uncertain if that reservoir provides ongoing viral replication resulting in virus under treatment that spreads at very low level to other cells or that it's a matter of direct actions of the virus that's kept in the cell on immune activation so having said that there are now studies going on for instance looking at the effect of anti-IL-1 treatment which is treatment that suppresses inflammation mediated through the IL-1 pathway and there are several other trials ongoing to see if you can reduce inflammation in well-treated patients and in the end result in less secondary events so also their studies are ongoing so with that we end this particular session can we give a round of applause to our speakers this also ends the strictly interact part of our program but as you know we have an afternoon a joint afternoon between interact and IAS International Aid Society and tomorrow the IAS will continue with a meeting that IAS is having in a number of regions of the world including here in Eastern Europe and Central Asia which brings you the information on the latest science coming from the latest International AIDS Conference so of course everyone is encouraged to stay this afternoon and in this joint session of interact and IAS those of you who are leaving today anyway I'd like to ask you to look at the door here there's a poster with departure times and arrangements for travel to airport if anything is unclear please ask Elena she should have the information for you and we're now having a lunch break and we'll resume sorry I don't have the time I should have it what time do we resume with the IAS because we're a little late 2 p.m. so 2 p.m. beginning of the afternoon session have a good lunch I'll see you next time